Борьба с гордостью и с высокомерием, мы видим, это самое сложное, что у нас есть. То, что мы называем гордостью и высокомерие, может быть, еще есть какие-то синонимы этих качеств, этого ощущения. Это самое сильное, что существует в человеческой душе. Потому что в самом конце, если спросим, а это для чего, это для чего, то дойдем от именем уважающего, дойдем до уважения, дойдем до гордости, дойдем до эго нашего. Даже если человек хочет богатства, зачем тебе богатство? Человек хочет быть красивым, для чего тебе быть красивым? Хочет быть сильным, для чего тебе быть сильным? Ну, давайте сделаем общий знаменатель. В конечном итоге, все для чего? Я говорю, а, я крутой, видите, вот я такой, видите, все меня вот сейчас уважают. Как только у нас есть, это меня уважает, больше ничего, как бы, не требуется объяснять. Вы слышите, до такой степени. Нет качества более сильного в нас, нет силы, которая диктует нам наше поведение, чем качество гордости и высокомерия. Поэтому так много сил требуется, чтобы приобрести силу противоположную, под названием смирение, скромность. Говорит нам Рабейну Бахи, давайте сделаем это последовательно. Как? Давайте сначала подготовим теоретическую базу. Но только она подготавливается у нас. Вот видите, как тут сказано. Надо обратить свой взгляд и мысль. Обратить свой взгляд и мысль. Снова повторим. Мы привыкли в основном к пассивному восприятию идей. Люди привыкли слушать лекции, уроки, занятия. Даже нравится. Интересная идея. Пссс, хорошая идея. Что дальше? Год, два, три. Смотрим. А знаете, что-то ничего не меняется. Я вот слушаю все, а ничего не меняется. Действительно ничего не может поменяться. Потому что у нас нет привычки перейти от состояния пассивного слушания в активное переваривание того, что мы услышали. Видите, как он говорит, не только нужно обратить свой взгляд. Когда мы говорим обратить свой взгляд, мы имеем в виду о том, что, а, что-то ни разу не думал, какая мысль, не обращал внимания. То есть мы ее слышали много раз. Но, конечно, мы ее услышали. Это только первый этап, первая ступень. Обратили внимание на это. Это как бы потрясло наш разум. Ну, что дальше? Можно на этом остаться. Завтра же это потрясение уже не так будет потрясать. А еще через несколько дней вообще забудется. Следующий этап, как тут сказано, это надо осмыслить это. Надо переварить. Обдумывать. Пропускать через себя. Это то, что нам не хватает. Мы не видим, что это касается меня. Практически все касается меня. То есть, а если касается меня, то только-то там черно-белое, там, что говорят, против меня, против меня, это все, это часть эгоизма. А вот то, что сейчас касается духовной работы, то это как раз начинается с момента, когда, услышав некую идею, мы остановимся, задумаемся и попытаемся вот сами представить это. Естественно, что материал, который тут дается нам, поможет нам в этом. Вот он и пытается помочь. И он говорит, смотрите, если мы хотим подготовить себя, свое намерение, свою силу бороться с высокомериями гордостью, вот смотрите, подумайте насчет вот этих семи вещей. Первую, которую мы сказали, откуда ты пришел? Ну, посмотри, посмотри, откуда ты пришел. Типа струха. Это какая-то капля зловонная, как говорят. Живешь по своей воле, не по своей воле. Умирать тоже не хочется, но приходится. Ты хозяин в этом мире? Что ты гордишься? А после того, как ты уйдешь из этого мира, ты пристанешь в грядущем мире. Ну, там у тебя есть какая-то свобода воли, выбор. У тебя вообще ничего там уже от тебя не будет зависеть. Ты знаешь, с какой претензией к тебе придут. Говорит, Рабейну Бахе, он обращается к нашему разуму, шаг за шагом, этап за этапом, говорит, послушай, ну, если в сердце есть это высокомерие, давай прикинем, есть ему место или нет. Что такое высокомерие? Высокомерие то, что гордость, я, 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 понимаете? Я добился. Я умный. Я сильный. Я красивый. Я богатый. Есть еще что-то. И, естественно, все для чего. Ну, естественно, значит, я уважаемый. Ну, нет, место гордости, а? Как тут не гордиться? Тем более мы выросли в среде, в которой, наоборот, гордость подбадривали, одобряли, наоборот, развивали. Гордись. Вот это, знаешь, гордись, смотри, гордись у тебя. Смотри, какая голова у тебя, какая светлая. Гордись, гордись, а тем, что смотри, 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 какие у тебя волосы красивые, голови, какие у тебя прямые ноги. Ну, смотри, гордиться есть. Чем гордиться? Смотрите. Скажите, есть у нас чем гордиться? Это что, наши? А, ну, например, если девушка, она чуть ли не теряет сознание от своего величия, она красивая, понимаете? Она проходит, и все замирают. С ней начинают говорить, и не могут ответить, смотрят на него, еще и умные считают. И она просто такая гордая, находит, все, так сказать, с ней даже не поговорим. Это что, она себя сделала красивой? То есть она села, прикинула, да, надо поработать, да, и поработала. Вот, смотрите, красавица стала. Талия появилась. Это все подарок с небес. Причем тут это. Еще какой-то там парень тебе себе мускулы накачал, культурист. Может сказать хотя бы, ну, смотрите, ну, это я, это со мной. Ну, что ты тоже сильно гордишься? Верно, действительно, ты накачал. Верно, верно. Ну, у тебя, если бы не было бы вот какой-то базы, да, вот такой, которую тебе дали, сколько бы не качал бы, ну, максимум какой-то бугорок бы был. Разумил то, что же есть. Чем люди больше всего гордятся? Знаете чем? Своим умом. И чем больше гордость умом, тем больше слепота от этого ума. Потому что человек уверен о том, что, ну, он же мудр, он же тот, который достиг всего своим умом. Последнее, что в голову приходит, самое последнее. А о том, что он вообще в этом никак не участвовал. Талант, подарок с небес. Мы же видим, есть дети, рождаются. Вот сразу, раз, то поняли, эти поняли, такие самые почемучки, все знают, все разберут. Откуда это, что? Это естественное проявление качества разума, которое они получили. У одних это более развитое, а другое такое пассивное, ничем не интересуется, во сколько они там, тянешь туда-сюда-сюда, ничем не обучить, как читать, не писать. С трудом, с трудом, с трудом. Ну, такой, не склонный к интеллектуальной деятельности. А другие, вааа, так его. И вот он стал уже, закончил институт, получил диплом, потом, потом, пошел в аспирантуру, закончил, получил третью степень, стал профессором. Какая гордость. Попробуйте с ними поговорить. А ну попробуйте. Не можешь с ними говорить. Великий человек. Чуть ли не Нобел я получил. Это все не его. По нашим меркам, порой, человек, который не совсем способный, но при этом старается, и он поднял себя выше планки, на которые ему выделили, для этого он приходит в этот мир. Он там будет выше самого большого профессора и самого большого гения. Гения, это ты получил эту гениальность. Посмотрим, на что ты будешь использовать эту гениальность. Что у тебя еще спросится. Это будет шок жизни для тех гениальных людей, когда они придут в тот мир, который называется миром истины, где ничего раскрыть нельзя. И когда ему скажут, скажи мне, мы тебе дали гениальность, на что ты ее использовал. К таким людям претензий гораздо больше. Чем больше дают, тем больше спрашивают. Есть место гордости. Про политиков говорить не будем. Это тема, которая не стоит даже трогать. Очевидно. Продолжение следует...